Всем хорошего настроения! Сегодня у меня на обзоре часы от компании MacGear. Это брендовые часы. Китайский бренд довольно известен не только в Китае, но и за пределами Китая. Почему я заказал опять часы от компании MacGear? Не смотрите, что все коробки одинаковые, здесь все разные часы, то есть разные модели. Если кто-то смотрит мои видео, он знает, что у меня есть на канале видео ТОП 5 лучших часов из Китая, кварцевых часов, из тех, которые у меня были. И вот у меня было только 2 модели кварцевых часов компании MacGear. И эти 2 модели заняли первое и второе место. И вот поэтому я решил, если же эти часы настолько мне понравились и они настолько хорошие, почему бы не заказать еще несколько моделей компании MacGear часов и посмотреть, неужели все часы компании MacGear настолько хороши. Так вот, я уже смотрел эти часы, все они хорошие, но единственный вопрос у меня к этим часам, поначалу я вообще не понял, зачем этот продавец такое сделал, я немножко расстроился, но когда все решилось, я остался доволен. Мы эти часы посмотрим попозже, а сначала давайте посмотрим вот эти часы. Начнем мы с вот этих часов. Коробка картонная, более мягкая брендированная и плотная, я бы даже сказал, очень плотная такая картонная коробка внутри. Открываем коробку, внутри у нас в комплекте идет инструкция, она на русском языке и есть английский язык, то есть проблем с настройками не должно быть. И вот они эти часы, они идут полностью в поролоне, чтобы ничего не повредилось. Часы в принципе мне понравились, как на фото я смотрел, так и в реальности. Я когда оцениваю часы, смотрю сначала на цену, а потом уже на качество и внешний вид. Конечно же я не жду от китайских часов за 20 долларов, качество часов за 200 долларов. Но я хочу, чтобы они были достойными и смотрелись неплохо. То есть внешне, чтобы никаких дефектов не было. Поскольку если бы здесь были какие-то дефекты, продвес должен был бы показать это на картинке. А поскольку картинка идеальна, значит и часы должны быть идеальными. И в принципе смотрел, я смотрел, придраться, не нашел к чему. Поэтому соотношение цена-качество в этих часов достойное внимания. Смотрите на циферблат, максимально близко показываю, чтобы вы увидели. Если вы увидите какой-то дефект, пишите. Я не увидел, вроде бы все аккуратно сделано. Полировка также мне понравилась. И вот этот цвет мне понравился. У меня бывает такая ситуация, что когда я нахожу модель часов, которая мне понравилась, мне нравится несколько цветов этой модели. И хочется заказать и ту, и ту на обзор, чтобы вы все посмотрели расцветки. Но, к сожалению, бюджет не резиновый. И я должен выбирать те, которые мне больше всего понравились. Так вот, с тех, что были представлены, больше всего мне понравилась такая расцветка. Так, ремешок здесь металлический. Вот так расстебается. Давайте еще покажу вот с этой стороны. И мы приступим к просмотру часов на руке. Вот эта наклейка, если я не ошибаюсь, она значит, что часы проходили проверку. Какую-то проверку, и они эту проверку прошли. Так, давайте покажу, как они смотрятся на руке, и потом расскажу о функционале этих часов. Мне очень понравилась вот эта модель часов, и то, как она смотрится на руке. Но есть, конечно, модель, которая мне еще больше понравилась. Сейчас мы ее рассмотрим. Ну, вот так смотрится вот эта. Кому нравится такая модель? Смотрите, кстати, целью этого видео есть мое желание показать вам, как смотрятся часы в реальности. То есть, если вы решите купить какие-то часы, вот с этих часов, например, MacGear, вы уже имеете возможность посмотреть на эти часы, вот как они смотрятся в реальности. Я вам максимально все стараюсь показать, чтобы вы, когда получили часы, не жалели о своей покупке. У меня такой возможности не было. Я просто заказывал наугад. То есть, я не знал, что будет в реальности. Возможно, мне часы не понравятся, но в данном случае они мне понравились. Так, по функционалу. Кстати, здесь 4 циферблата, все они рабочие. Первый, самое большое время показывает. Второй, вот этот маленький, он показывает время в формате 24. И это 20 циферблат, это хронограф секунды и минуты. Запускается хронограф вот этой клавишей. Вот хронограф пошел, секундная стрелка пошла. Остановить хронограф можно вот этой также клавишей и обнулить вот этой клавишей. Все работает, в принципе, претензий к хронографу у меня нет. Настроить часы, вынимаем, настраиваем время. Настроить дату, вот здесь есть дата, маленькое окошко. Наполовину вынимаем замок, настраиваем дату. Все настраивается хорошо. И, в принципе, чувствительность к этим щелчкам, здесь 2 щелчка. Один дата, второй уже время настраиваем. Хорошее. То есть проблем не будет. Бывает такое, что нужно угадать с этим. Но здесь все хорошо. Ну, вот так смотрятся часы. Давайте еще покажу вам параметры часов. Самое важное, на мой взгляд, это диаметр. Так, одну секунду, почему-то в дюймах. 48,3. 50,2. Толщина часов 13,6. Так, от уха к уху 53,6. И ремешок 23,7. Ну, эти часы, конечно же, нелегкие, поскольку они полностью все сделаны из металла. Но вес, я думаю, также важен. 158,33. Вот что касается веса. В принципе, эта модель часов мне понравилась. Придраться не к чему. Да, есть какие-то недостатки. Вот здесь, кстати, такая полировка. И вот где-то есть такое пятно, уже не вижу. Есть такие микроцарапины какие-то. Но это все, я не считаю недостатком, поскольку это недорогие часы. И на эту цену они сделаны более чем качественно. Вот это такое мое мнение. Но вы, конечно же, принимаете свое решение, опираясь на свои какие-то впечатления о часах. Смотрим вторую модель часов. Так, вторая модель. Упаковка та же. То есть, коробка такая же. Инструкция. Я думаю, что она одинаковая на все модели часов. Но здесь также русский и английский. О, извиняюсь. И вот они, эти часы. Также есть разные расцветки. Я не знаю, решил заказать вот с таким синим, попробовать, чем, как бы, циферблатом. Но вы смотрите. Возможно, вам не нравится такой циферблат. Подберите себе другой циферблат. Вы смотрите на качество часов в этом случае. И если кому-то понравится вот такая расцветка, Ну, вот у вас есть возможность посмотреть на такую расцветку часов. Также все понравилось. Я смотрел, смотрел. В принципе, у меня никаких претензий к этим часам нет. Вы также смотрите. Тот же ремешок. В принципе, такой же браслет. Давайте ближе покажу вам циферблат. Мне вот очень важно, чтобы циферблат был хороший, чтобы не было никаких неточностей в этих полосках. Вообще, главное, чтобы не было брака никакого. Вроде бы часы достойны внимания. В принципе, мне понравились они. Настройка. Вынимаем полностью замок. Настраиваем время. Наполовину вынимаем замок. Здесь настраиваем дату. Так же все хорошо работает. И есть здесь хронограф. Хронограф запускается вот этой клавишей. Здесь есть уже миллисекунды, доли секунды, минуты. Вернее, доли секунды, секунды и минуты. Остановить секундомер можно вот этой клавишей. Обнулить вот этой. Хронограф работает идеально. Претензий никаких у меня нет к функционалу этих часов. Да, конечно же, всем бы хотелось, чтобы я эти часы поносил хотя бы 3 месяца или год лучше. И потом уже свой отзыв написал о этих часах. Но у меня нет такой возможности носить все эти часы. Поэтому показываю вот главным образом это внешний вид и функционал вот из коробки. Мои первые впечатления о часах из коробки. В принципе, часы мне понравились. Давайте еще вам покажу их на руке. Часы стоят всего лишь 20, даже я не помню точной цены этих часов. Но помню, что все часы стоят в районе 20 долларов, плюс-минус. Но мне они нравятся. Я не знаю, кому не нравятся такие часы. Кстати, напишите, какая модель этих часов вам понравилась больше всего. И какой цвет часов вы бы выбрали. Если у кого-то есть желание, чтобы я заказал какую-то другую модель часов, пишите. Если будет очень много желающих, увидите эту модель часов, я ее закажу. Если будет только один желающий, ну, уже буду смотреть. Если мне понравится эта модель часов, закажу. Нет, тогда извиняйте. Бюджет не резиновый. Должен выбирать что-то хотя бы по своему вкусу. Вот такие часы. Так, давайте еще посмотрим часы. Нет, извиняюсь. Я хочу еще показать, поскольку многие спрашивают габариты. Я думаю, мне также это очень важно. Особенно толщина. Я люблю, когда часы чем тоньше, тем лучше. 12,6. Диаметр. 46,3. От уха к уху. 53. Максимальный диаметр. С вводной головкой. 48. Так, одну секунду. 48,1. И браслет. 21,3. Вот что касается габаритов и вес часов. Сейчас будет модель, которая мне больше всего понравилась на обзоре. 134,51. Так, а теперь давайте посмотрим модель, которая мне понравилась больше всего. Вот она, эта модель. И в конце мы посмотрим на модель, которой у меня были вопросы. Так, давайте сначала вот эту. Так. Все тоже, я не показываю, это та же инструкция, все то же самое. Не вижу смысла показывать его по второму кругу. Так, вынимаем часы. Во-первых, мне очень нравятся кожаные ремешки. Я не очень люблю металлические. Но, вот этот ремешок мне не только понравился из-за того, что он кожаный. Мне очень понравился цвет, качество этого ремешка. И я не знаю, из чего он сделан. Я надеюсь, это натуральная кожа, поскольку этот ремешок мне безумно понравился. И я надеюсь, даже если вот я бы не оставил себе эти часы, я бы снял себе этот браслет. Безумно понравилось качество этого браслета. И эта расцветка, эта вот прошивка вот эта. Да, белые нитки, они со временем сотрутся, будут темнее. Но все равно этот цвет, эта кожа мне нравится. Вот то, что хотел вам сказать. А дальше показываю часы. Вот, что касается этих часов, если не ошибаюсь, мне несколько вот цветов этих часов понравилось. Я решил остановиться на вот золоте. Возможно, я ошибся, возможно, нужно было брать в синем цвете, вроде бы были эти часы. Я уже точно не помню, я уже запутался, поскольку часов много. Но данная расцветка мне понравилась. Вот золото с этим ремешком, вообще вот эта комбинация мне очень понравилась. Давайте уже покажу вам на руке эти часы. Сколько самому хочется показать. Вот так они смотрятся. Надевать не буду, много времени занимается. Вот, я не знаю, увидели вы или нет, но вот на мою руку они как-то большие. Мне кажется, чуть-чуть меньше было бы лучше. Вот поэтому я не знаю, вставлять эти часы или нет, из-за того, что они большие. Но ремешок мне безумно понравился. Так, давайте еще с этой стороны покажу, как они смотрятся. Сколько основная идея видео, это показать внешний вид этих часов, чтобы вы видели, что вы получаете. Ну, а теперь давайте циферблат. Кстати, на всех этих стрелках и делениях, я думаю, что светонакопитель. Я, кстати, почему-то не проверил. Но вы можете это посмотреть на сайте у продавца. Ссылку на эти часы я оставлю в описании к видео. Что касается показателей. Время, время в формате 24, секундная и минутная стрелка хронографа. И также есть дата. Чтобы настроить часы, вынимаем полностью замок. Так, это первый был щелчок, это второй. Вынимаем, убираем стрелки с показателей. Так, теперь. Так, первый щелчок. Настраиваем вот здесь дату. И хронограф запускается он вот этой клавишей. Видите, секундная стрелка пошла. Здесь нет доли секунд. Остановить также вот этой клавишей. И обнуляем вот этой. К работе хронографа у меня никаких претензий нет. Функционал здесь, вернее, все функции работают отлично. То есть проблем нет никаких. Ну и смотрите на полировку. Полностью золотой такой цвет. Есть оттенок золотой такой, более в розовый он уходит. Вот мне кажется, он, возможно, более дорого смотрится, что ли. А вот это просто желтый-желтый такой. Вот, сделано отлично. То есть обработка отличная. Претензий никаких нет. Да, есть отпечатки пальцев собирается. Ну, само собой, здесь полировка зеркальная. Но вот если полностью протереть, все вроде бы смотрится без каких-либо изъянов. То есть сделано аккуратно. За эти деньги, ребят, нас стоят 20 долларов в часы. Точно не помню цену, но знаю, что в районе 20 долларов. Качества отличные. Я не знаю, к чему притраться. Реально, не знаю, чтобы такое увидеть здесь, чтобы сказать вам, о, вот он такое сделал, я этого не ожидал. Неприятно и так далее. Нет, все хорошо сделано. Вот здесь эта же наклейка. Часы проходили проверку. Здесь можно увидеть номер модели. Часы, кстати, все эти часы водонепроницаемые 30 метров. Но я не уверен, что здесь есть 30 метров. Я думаю, все же это брызгозащита. Но бывает в комментариях люди, которые плавают в часах и пишут, что все хорошо. Проблем никаких нет. Но это они делают на свой страх и риск. Так, смотрим габарит. 50,1, 52,5, 24,1, 13,4, 54,8 и вес 94. Так, ну еще раз покажу вам их на руке, поскольку эти часы мне понравились больше всего. Я думаю, большое значение имеет вот этот ремешок. Он мне понравился, очень понравился. Но, конечно же, и часы также очень хороши. Вот это первая модель, которая была у меня на обзоре. Вот. Можно поменять просто ремешки. Я уже думал о этом. Возможно оставить вот эту модель, просто ремешки поменять местами. А можно здесь поменять ремешки? Возможно здесь нельзя, но нужно смотреть. Но вот эти модели мне очень понравились. Две. Они приблизительно одинаковые. Но, возможно, все же вот это интереснее. Так, ну все, давайте. Если будут какие-то вопросы еще к этим часам, вы пишите в комментариях. Я отвечу. Давайте уже посмотрим вот эту такую спорную модель. Время уже и так много. Говорил. Так, открываем. Поскольку я видео все пишу, стараюсь один кадр, чтобы дубль, вернее, чтобы ничего не монтировать, поскольку это занимает много времени. И мне это неинтересно. Откровенно говоря. Я просто хочу поделиться с вами информацией. Да, много времени. Так. Смотрим. Сначала я увидел вот этот кулек и здесь какие-то винтики. Я вообще не понял, зачем эти винтики в комплекте с часами. Дальше я посмотрел на часы и понял, зачем эти винтики. Вы смотрите. Кто понял, зачем продавец вложил вот эти винтики? Вот это я вообще не понял сначала. Написал продавцу. Вот видно. Винтик. Он на искос закручен. Плюс смотрите на грани винтов этих. Они просто срезаны. Вот через это продавец и вложил мне запасные винтики, чтобы я их поменял сам. Наверное, он так себе решил. Я написал, что же это такое за решение. Я надеялся, что часы будут идеальны. И продавец предложил мне компенсацию за это. Я, конечно же, согласился, поскольку мне не тяжело поменять винтики. Но зачем это делать бренд, брендовый магазин официальный? Зачем присылать часы, над которыми нужно еще работать? Я вот этого реально не понял. Но то, что он предложил мне сразу же скидку, согласился. Скидка довольно хорошая. За то, чтобы я просто поменял эти винтики. И еще в комплекте есть эти винтики. То есть проблем вообще никаких нет. Поэтому я согласился и в результате остался доволен. Вот такая модель. Вот здесь эта модель безумно. Вот я не помню точно, но где-то вариантов 5 было расцветок. И я так долго думал, какую же взять. Поскольку все они по-своему интересны были. Но решил заказать в синем цвете. Не знаю, возможно ошибся. Вот в реальности вот этот синий цвет, вот безель этого, я не знаю как он называется, вроде бы безель. Мне очень нравится вот этот такой синий. Это темно-синий такой зеркальный цвет. Но вот внутри синий, он больше идет в сторону как бы фиолетовый что ли. И он мне вот не очень понравился. И этот цвет мне как-то портит внешний вид часов. Надо было взять другой цвет. Мне кажется, вот что касается этих часов, я бы взял другого цвета. Посмотрите, реально, ребята, посмотрите на другие цвета. Я думаю, там будет лучше цвета. Но кому нравится вот этот цвет, кстати? Напишите, кому понравился вот такой, вот такая понравилась расцветка. И посмотрите, кстати, как она смотрится на фотографии. Мне кажется, вот на фотографии смотрелось как-то интереснее, чем в реальности. Ну вот кому также понравилась вот эта модель часов. Показываю еще эту модель на... Кстати, ремешок мне также очень понравился. Он тоже вроде бы как бы из кожи сделан. Такое впечатление, что из кожи. И этот темный синий цвет мне понравился. В принципе, вот единственное, что мне не понравилось, только дизайнерски, это вот циферблат. Циферблат мне не нравится. Но внешние часы вроде бы сделаны аккуратно, все хорошо. Ну да, кстати, вот эти винтики, они также мне не понравились, поскольку они сделаны неаккуратно и закручены неаккуратно. Их нужно будет переделать. Но вот есть наклейка, часы проходили проверку. Ну вот видно, что продавец видел этот недостаток, поскольку вложил мне вот эти винтики. Зачем он отправил? Есть у меня, конечно, предположение, что он отправил, потому что у него была последняя эта модель, этого цвета. И он решил, все равно же все оплачено, отправлю ему так, как есть. 22,4. Показываю сразу же, вижу просто много времени, уже говорю. Параметры 12,6. Так, 45,5. 44,4. Так, часы я включил. Да, идут. 48,4. Так, я извиняюсь, что так много говорю, всего я так много времени занял этот обзор. Просто хотелось все сказать. Так, настраиваются часы, вынимаем полностью замок, настраиваем, убираем стрелки с показателей. Потом первый щелчок настраиваем. Дату, дата вот здесь, все работает. Есть здесь хронограф, миллисекундный, вернее доли секунды вот здесь, секунды вот здесь, минуты вот здесь. Остановить также вот этой клавишей и обнуляем вот этой клавишей. В результате этого обзора эта модель мне понравилась меньше всего. То есть, я бы, возможно, даже не заказывал вот эту модель. Поскольку я знаю, что цена этой модели такая же, как вот этой модели, а эта модель мне в разы нравится больше. Я бы распределил вот эти часы вот так. Больше всего мне понравилась вот эта модель, потом вот эта модель, потом вот эта модель, и уже меньше всего вот эта. Кому какая модель понравилась больше всего? Напишите. Мне просто интересно, как я угадываю с вашими вкусами или нет. Как бы вы расставили по позициях вот эти часы? Первая модель, вот эта, вторая, вот эта, третья, вот эта, четвертая, вот эта. Какая из этих моделей вам понравилась больше всего? Всем спасибо за просмотр данного обзора, надеюсь вам было интересно и вы увидели то, что хотели увидеть. Хорошего настроения, до свидания.